Он сказал, поехали, он взмахнул рукой, словно вдоль по Питерской Питерской, мы все над землей. Он всех нас позвал в космос, так про Юрия Гагарина сказал американский астронавт Нил Армстронг, первый человек, который шагнул на Луну. Фраза только подтвердила, несмотря на космическую гонку двух держав, Гагарин был и остается гражданином мира. Сегодня о феномене Гагарина. Я 27 марта 68 года был здесь, на аэродроме Киржач. Я слышал эту трагедию, взрыв и сверхзвук. Этот взрыв обошел через весь земной шар. Вернулся эхом скорби и горя. Мы потеряли людей. Ну что ж, в жизни так бывает. Март в космонавтике традиционно считается месяцем первого космонавта планеты. Так совпало. 9 марта Юрий Гагарин родился, 27 погиб в 34 года. Немного, но и этих лет хватило, чтобы завоевать всемирную любовь. Я когда первый раз увидел Гагарина, это был 59-й год, 4 октября, в 15 часов 30 минут. И вот до сих пор я вот открываю, у меня глаза его голубые, искрящиеся такие. Лицо улыбчивое. Здравствуйте. Мы сверстники. Юрий Гагарин с севера. Старший лейтенант. Полярная авиация. Гагарин родился в 1934-м. Семилетка, училище, техникум. Биография такая же, как и многих детей послевоенного времени. Однако спустя годы однокурсники вспоминают моменты, которые уже тогда словно предсказывали его будущее. Когда мы были на втором курсе, нам преподавал физику Николай Иванович Москвин. Так этот Николай Иванович делает физический кружок. Чем ему сподобился Гагарин, я не знаю. Он его делает старостой. И действительно, этот кружок заработал настолько, что потом было принято решение провести такую конференцию. Юра действительно делал доклад о вкладе Циолуховского в развитие сущности летательных полетов человека. Из трех тысяч летчиков-истребителей в первый отряд взяли только 20 человек. Это были самые здоровые, самые выносливые молодые офицеры. Алексей Леонов сам из этой двадцатки. Хорошо помнит день первой встречи с главным конструктором. Осенью 60-го. Уже тогда Королев обратил внимание на Гагарина. Юра встал, он на него посмотрел, и у него лучики около глаз появились. И он слушает, выслушает, и начал ему задавать вопросы. В предыдущем он не задавал вопросы, а здесь задавал вопросы. Я подошел к Юрю, Юр, я тебя поздравляю, выбор пал. Со стороны-то было заметнее все. Да нет, Леша, это тебе показалось. Да не показалось. Полет Гагарина длился 108 минут. Он совершил один виток вокруг Земли и сразу же. Никому неизвестный старший лейтенант, 27 лет, стал кумиром миллионов. Но сам Гагарин будто стеснялся своей славы. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. После полета жизнь сразу изменилась. За два года он посетил более 30 стран. В Польше машину с первым космонавтом планеты несли на руках. В Англии для Гагарина приготовили специальный Rolls-Royce с номером, на котором было его имя. Встретиться с первым космонавтом планеты было за честь для самой королевы Елизаветы. И тогда маленький Эндрю Принц, он был в колясочке. И они специально поставили колясочку и сказали, вот видите, вот вы видели, что колясочка, это там Принц Эндрю. Когда он вырастет, чтобы он сказал, что он тоже видел Юрия Гагарина. Королев не ошибся. С самым сложным испытанием, славой, Гагарин справился. Никогда не терялся и в общении с журналистами. На каждый неудобный вопрос у него был оригинальный ответ. Если у вас семейного человека, отца двух детей послали в космос, значит правительство СССР и вы были уверены в том, что полет кончится благополучно. В этом вопросе я бы хотел заменить слово послали на слово доверили. И я очень рад и горд тем, что мне доверили этот полет. А что все сработает и полет будет произведен успешно, в этом никто не сомневался. Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры, я тоже. Гагарин уже не принадлежал себе. За него решали и планировали. С трудом и вопреки запретам в 63-м он снова начал тренироваться. Готовился к полету на новом корабле «Союз» и был дублером космонавта Владимира Комарова. Мечтал полететь на Луну. Его оберегали и, к сожалению, после гибели Комарова ему было рекомендовано не участвовать в дальнейших программах. Но он постоянно пытался этот запрет снять. Но пока он прошел довольно небольшой период времени между гибелью Комарова, потому что Комаров погиб в 67-м году, но он очень интенсивно занимался летной подготовкой. Неожиданная гибель космонавта до сих пор остается тайной. 27 марта 1968 года Гагарин и его инструктор-боевой летчик Владимир Серегин вылетели на обычный тренировочный полет. В небе они были всего 12 минут. Я до сих пор помню, как он докладывал, что он находится на 400 и просит вход в коридор, закончив задание в зоне. С этой высоты, казалось бы, безопасный. Иногда даже выполняли штопор один виток и выходили на 2000. Все было нормально. Но прошло меньше минуты, и этот самолет оказался с большим углом, около 75 градусов в земле. Именно здесь, вот на этой земле. Что случилось, точного ответа так и нет. Только версия. По одной самолет столкнулся с метеозондом. Кстати, так считал и Герман Ситов, второй космонавт планеты. Правда, у Алексея Леонова мнение иное. Сему виной стечение обстоятельств. Случайно в зоне полетов Гагарина и Серегина оказался другой самолет. Произошло опасное сближение. Один я 20 лет боролся. В конце концов, получил разрешение от президента рассказать все. Кроме фамилии летчика не называть. Он сейчас в плохом состоянии. Ему много лет. Когда-то он совершил ошибку, как-то схулиганил. Он непреднамеренно это все сделал. Полет первого космонавта планеты поделил историю на две эпохи – до полета и после. Пожалуй, до Гагарина был всего один человек, который бы так любил мир, а мир его. Не зря королева Елизавета, когда Гагарин посетил Букингемский дворец, назвала космонавта небесным человеком. Это прощальное письмо Гагарин написал накануне исторического полета в апреле 61-го. Его передали жене спустя 7 лет, после гибели космонавта в авиакатастрофе. Здравствуйте, мои милые, горячо любимые Валечка, Леночка и Галочка. Решил вот вам написать несколько строк. Сегодня правительственная комиссия решила послать меня в космос первым. «Знаешь, дорогая Валюша, как я рад. Хочу, чтобы и вы были рады вместе со мной. Через день я должен стартовать. Если что случится, то прошу вас, и в первую очередь тебя, Валюша, не убивайся с горя. Что-то слишком траурное письмо получается. Сам я в это не верю. Надеюсь, что это письмо ты никогда не увидишь. И мне будет стыдно перед самим собой за эту мимолетную слабость. Но если что-то случится, ты должна знать все до конца. Ну, вот, кажется, и все. До свидания, мои родные. Крепко-накрепко вас обнимаю и целую. С приветом, ваш папа и Юра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова